Собственно, я тестировщик компании «Одноклассники» и занимаюсь Android-приложением нашим. Сегодня я расскажу вам про юнит-тесты и инструментальные UI-тесты. Немножко затронем тему CI. В принципе, начнем с того, что зачем нам писать тесты. Есть у меня шпаргалка такая, но, в принципе, это нужно для того, чтобы при разработке приложения, когда вы выкатили его на прот, вам не пришлось его срочно фиксить и ревертить, скажем так, свои извинения и дебажить. Тесты помогают вам быстро найти ошибку. Вы можете при любом внесении изменения запустить тест, и они вам покажут, что упало и что работает теперь не так. Это своего рода страховочная сеть по тем же причинам. Вы можете произвести рефакторинг, не отвлекаясь, или отвлекаясь, ну и суть, можете произвести рефакторинг намного проще. Ну и плюс улучшается качество архитектуры кода, потому что вы пишете изначально тестируемые элементы, и вам становится проще потом поддерживать все и писать тесты для своих элементов. Мы будем... А, вот. Этот слайд я украл у Google IEO 2017. Тут показаны пирамиды тестирования. Как можно видеть, у нас есть три фракции. В самом низу у нас юнит-тест. Юнит-тест — это такие маленькие модульные тесты, которые пишутся на маленькие куски программы, на функции, на классы, обычно в отрыве от всей остальной программы. Они самые быстрые, самые точные, они показывают место ошибки наиболее точно, легче всего в поддержке и в обнаружении проблем. Дальше идут ниграционные тесты. Это тесты, которые помогают... Они все помогают найти проблемы. Они связывают несколько частей вашего приложения. То есть, допустим, вы можете протестировать UI вместе с сетью, но отключить какие-то сервисы. Можете сделать заглушку для базы данных и протестировать свое приложение в отрыве от сети. То есть, когда у вас часть системы недоступна, это интеграционный тест. End-to-end тесты или UI-тесты, как некоторые называют, тесты, которые производят действия, которые вы производили с вашим приложением пользователей. То есть, он делает логин в форму, заполняет какие-то поля и проверяет, что все работает так, как должно. Ну и тут, в принципе, сбоку показано, что end-to-end, они самые длинные, самые большие и выполняются медленнее всего. Их должно быть меньше всего в вашем проекте. Основное внимание стоит уделить юнит-тестам. Их должно быть около 70%. Ну, в принципе, и все. Ну, я имею в виду все по введению. Так, переходим к юнит-тестам. Когда можно и нужно применять? Когда нужно эмулировать сложные ошибки? То есть, у вас не всегда, вы не всегда можете эмулировать какое-то действие пользователям. То есть, когда у вас недоступен сервер, например, или у вас упала база данных, вы не будете в вашем тестовом энвайроменте это ронять для того, чтобы, ну, или будете ронять, но это не всегда эффективно. Поэтому можете создать такие условия для тестирования вашей функции, которая, допустим, зависит от сети или базы данных, чтобы проверить только маленький функционал. Когда? Когда приложение еще не готово. То есть, вы можете создать специальные заглушки, МОКи, на тех фрагментах системы, которые еще даже не написаны. То есть, вы примерно представляете, какой у них будет интерфейс, и описываете его, представляете, какие данные вам будут прилетать, и тестируете функцию, как будто у вас уже эти компоненты уже доступны. Ниже будут показаны примеры. Когда надо быстро находить ошибки, это было сказано выше. То есть, иногда вы можете много времени провести за дебагом приложения, иногда у вас работает что-то не так. Если у вас тесты написаны на каждый мелкий функционал, вы запускаете их, и они, как правило, точно пока, если у вас хорошее покрытие, показывают, где у вас ошибка в вашей программе, и вы можете быстро ее пофиксить, не занимаясь длительным дебагом. Когда добавление юнит-теста восстывает проблема, надо знать, что у вас плохо спроектирована система и сильно связаны компоненты между собой. На следующей лекции вам будут рассказывать про архитектуру, как этого не допустить, но тесная связь компонентов системы — это признак плохой архитектуры, и вам будет тяжело вносить изменения, и тесты, когда вы пишете тесты, показывают вам это. То есть, если вам тяжело написать тест, то, скорее всего, вам будет в дальнейшем тяжело вносить какие-либо изменения в вашу архитектуру, в вашем приложении. Ну и, в принципе, когда надо вспомнить, как работает код, да. То есть, когда вы роетесь в чужом коде, очень полезно бывает, если тестов нет, вы можете, разбираясь в чужом коде, писать юнит-тесты на какой-то класс. Вы сразу покрываете тестами какой-то кусок приложения и разбираетесь в том, как работают функции, то есть то, что от чего зависит, что кому надо передать, как это все взаимодействует. Если же тесты уже написаны, вы можете запустить тесты и посмотреть, что они возвращают, что проверяют. И это очень часто облегчает понимание того, что написал кто-то до вас. Простейший способ сделать тест — это перейти в класс правой кнопкой и сделать go to. Здесь у вас будет create new test. Он нам сразу выдаст название для нового теста, предложит просетить фикстуры, что будет производиться до начала теста и после окончания теста, и, в принципе, какие методы покрыть. Он выдаст все паблик-методы, на которые можно написать тест. Я это уже сделал, поэтому просто перейдем. Здесь у меня простой тест, который проверяет класс, который не является зависимым от каких-либо фрагментов Android фреймворка. То есть это просто класс, который предоставляет методы сложения, вычитания и деления. Простейший калькулятор. Поэтому мы можем написать простейшие тесты, например, как addition test. Мы создаем instance калькулятора нашего класса, потом вызываем на нем метод и проверяем, что получился нужный результат. Так, чуть подробнее. У нас есть методы для настройки теста. Все тестовые классы лежат в папочке test в корне вашего приложения. Здесь просто будет лучше видно. То есть у вас будет папочка test, не Android test, а именно test. И внутри нее будет зелененькая папочка Java, это значит сорцы. И там будут какие-то тесты или то, что вы добавите. Это можно задать в Gradle файли в секции source set. То есть здесь у вас будет секция, в которой вы задаете, где лежат ваши сорцы для тестов и где лежат ресурсы для тестов. Если вам нужны какие-то, допустим, JSON-файлы или что-то типа того. Когда вы добавили что-то в папочку test, для того, чтобы написать тест, вам нужно создать публичный или protected method, а точнее package private method с аннотацией тест. По умолчанию раннер тестов поймет, что это нужно выполнять и появится такая вот иконочка. Если вы нажмете, то в локальной GVM машине он начнет ее выполнять. Это сообщение не о том. Собственно, да, он прошел. Ничего я не выводил. Тест помечен зеленым, потому что у нас прошел assertion. В каждом тесте должен быть так называемое утверждение или assertion. Здесь мы проверяем, что... Еще раз пройдемся, потому что делал тест. У нас есть instance калькулятора, мы складываем два числа и потом проверяем, что результат равен пяти. Expected это тот результат, на который мы закладываемся, а сюда мы пишем actual result, то, что нам выдает программа. Если они равны, то значит тест прошел. Таким образом мы проверяем, что функция сложения работает правильно. Что еще умеют тесты? А! Также в Gradle файле вы можете добавлять... Наверное, вам рассказывали, как добавлять библиотеки для самого приложения. Они помечаются Implementation. В прошлом это было Compile или IP. Для тестов вы пишете Test Implementation. Здесь у меня добавлен несколько библиотек. И они будут использоваться для кода, который будет выполняться в папочке Test. Допустим, вот в этом Simple Calculator Test. То есть здесь подключен GUnit 4, который является стандартом для написания тестов для Android. И как раз он отвечает за то, если мы отключим его, то все не будет работать. Вот. Этому я рассказал. Вот. про тест мы рассказал. Есть еще фикстуры. Это специальные методы, которые помечаются аннотацией before, before class, after и after class. Аннотация after class помечает метод, который будет выполняться один раз при старте теста, при старте всего тестового класса. В классе может быть несколько тестовых методов. То есть у нас здесь получается два тестовых метода, которые проверяют умножение и деление. и у нас есть одна аннотация before class и after class. Если мы сейчас запустим вернем g-unit обратно. Еще. Запустим весь наш класс. то он нам выведет в каком порядке будут выполняться вот эти аннотации. точно. Спасибо. Выведется примерно вот следующее. Видно, что before class выполнился один раз. Дальше выполняются before для каждого теста. и автор для каждого теста. И потом у нас выполняется не before class должен быть здесь, а after class. Потому что я здесь написал неправильно. Собственно, это про аннотации. Мне их задается вы подготавливаете ваше тестовое окружение. В данном случае я здесь просто написал систем out, чтобы показать в каком порядке они запускаются. 3D так. Дальше у G-Unit есть такая штука, как правило. Это методы, которые выполняются, присваиваются определенной переменной и будут доступны в каждом тесте и будут выполняться перед каждым тестом. Есть несколько встроенных правил G-Unit. Вы можете создать временную папку, можете отслеживать, какой сейчас выполняется тестовый метод. В принципе, здесь подписано. Можете навесить тайм-аут на какой-то тест. То есть он не будет выполняться больше одной секунды. вот допустим тест, который у нас выполняется бесконечно. Если мы запустим его, мы запустили, то он упадет по тайм-ауту. Тогда ну не, на самом деле здесь у G-Unit есть гибкость. Правило можно юзить, когда у всех тестовых методов должно быть один тайм-аут. Мы можем добавить сюда тайм-аут, тогда у этого теста будет переопределенный тайм-аут. Ну, это как раз следующая дополнительная аннотация, которая есть для дополнительной параметры для аннотации тест. Также с помощью рулов можем отлавливать исключения. и они допустим здесь у меня мы ожидаем, что выбросится null pointer exception, когда я захочу создать новый файл с null так бы он выбросил исключение. А так он скажет, что я хреново написал. ну, вот. Сейчас. Если аннотации теста нет, он не воспринимает это как тестовый класс. То есть это будет просто публичный метод. можно использовать различные вспомогательные функции private, public, неважно, которые можно использовать внутри тестов. То есть он за тесты считает только то, что помечено аннотацией тест. Ну, это же юнит четвертый. В принципе, можно определить это по таким иконочкам. Дальше то, что было сказано ранее. У тестов есть дополнительные аннотации, то есть можно тайм-аут задать непосредственно здесь. Тогда этот тест рухнет, потому что он ожидает две секунды, а тайм-аут у него на одну. В принципе, он здесь так и написал, что тайм-аут exception. exception. можно в аннотации задать, что мы ожидаем какой-то выброс какой-то exception при выполнении метода и не использовать rule. И также можем игнорить тест. Если мы написали аннотацию ignore, то он просто не запустится. То есть иногда у вас какой-то флаг тест или не всегда запускается или не всегда проходит. Можете поместить его как ignore, он не будет запускаться. Но обычно это плохая практика, потому что проигноренный тест все забывают и они навечно остаются заигноренными. ну вот он помечается наверное тоже не видно помечается специальной иконкой, то есть он не зеленый не красный а такой заштрихованный кружочек. В принципе это все что надо знать про G-Unit запускать да так как у нас можно запускать с помощью иконок или с помощью конфигурации которая здесь так же как у нас все это под грейдлом можно запустить как тогда он запустит все тесты в пакете ну сначала скомпилит все и потом запустит все тесты ну и выведет отчетик также можно с помощью грейдла запускать не только все тесты но и какое-то подмножество то есть можно запускать только тесты из какого-то класса запускать только какой-то метод в классе ну и также есть while card то есть все методы которые начинают которые содержат слово addition будут запущены с помощью такой команды то есть а собственно про G-Unit я рассказал как тест описать рассказал самые простые сейчас поговорим о моках и стабах может быть есть какие-то вопросы по G-Unit про то что было сказано наверное вы это все знали андроид студия по умолчанию создает вам она даже по умолчанию не пишет вам source сета то есть здесь не будет этой секции но у вас будет после создания проекта папочка тест и в ней будет папочка java там будет храниться юнит тест но допустим я здесь добавил дополнительную папку тест утил с java добавил ее в source set и она тоже теперь помечена как место для сортов для тестов то есть в принципе таким образом можно разделять какие-то дополнительные утилиты и основной код тестов вот дальше мы поговорим про моки есть такие штуки как тест дубли они создаются тогда когда вам сложно инициировать какой-то объект и вы можете просто заполнить нулами допустим достающие поля но иногда этого недостаточно то есть нулы это самое простое можно сказать что это dummy objects вы можете создать свою реализацию то есть вам надо протестировать сейчас как в нашем случае макита сейчас один момент макита ну допустим да здесь пример с листом то есть допустим у нас нету реализации листа только есть интерфейс мы еще ничего не написали мы можем пометить его аннотации мог тогда создаться своего рода заглушка и в дальнейшем мы можем прописать ему поведение то есть это делает следующим образом когда у нас вызывает то есть когда наступает какой-то когда мы вызываем какой-то метод мы ждем что вернется какой-то результат конструкция when позволяет написать нам метод который мы ожидаем then return возвращая значение которое мы хотим получить то есть здесь тест показывает как можно подменить возвращаемое значение то есть на самом деле пустой лист но класс будет думать что в нем сейчас 100 элементов то есть если посмотреть то у нас создается только лист добавляется вызывается метод add который тоже не реализован проверяем что метод add был вызван но так как он не реализован у нас есть при сравнении сайза у нас будет выведен нулевой размер потом мы переопределяем сайз и у нас выводится что размер стал 100 то есть в принципе если без муков то этот тест не должен работать но с помощью фреймворка Makita тест будет проходить на ура так спай тест ну да самая простая аннотация это mock то есть она создает такую не знаю пустую реализацию без каких-то методов без ничего то есть только можно вызывать можно вызывать заинтерфейшенные методы но реализации для них не будет есть аннотация ну вот да там получается сайз это интовый он возвращает инт а инт по умолчанию он индиализируется нулем да то есть он просто по умолчанию индиализирует нулами или нулями то есть там ничего нету и метод это по сути не работает но здесь показано что ничего не работает есть аннотация спай которая берет уже реальный объект то есть мы берем здесь raylist добавляем 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 в него элементы проверяем ну наверно да вот это это место интереснее то есть здесь уже будет три элемента после добавления но мы также можем переопределить метод сайз немного в другом стиле но он также нам будет возвращать при запросе метода сайз возвращать будет сто также макита позволяет верифицировать проверять вызывался ли какой-то метод или нет и сколько раз он вызывался то есть здесь можно видеть что у нас было два раза добавлено значение one и мы можем проверить что мы два раза добавили значение one можем также запустить этот тест и он пройдет то есть пока мы рассмотрели мог и спай есть ли какие-то вопросы окей спай да дальше у нас есть такая аннотация как кептер она позволяет перехватывать кептер кептер да я не упомянул об этом но на самом деле у меня тут есть сейчас хороший вопрос на самом деле вы можете писать и допустим сейчас да таким образом тогда эта аннотация будет не нужна если мы уберем ее и запустим тест то он нам выкинет null pointer expression потому что не сможет найти аннотацию поэтому ее лучше всегда проставлять тогда тесты будут проходить с аннотациями просто писать так чуть дольше аннотациями приятней так дальше у нас идет аркептер класс с помощью этого класса можно перехватывать аргументы переданные в какие-то макируемые объекты то есть здесь у нас тоже пример с рейлистом мы перехватываем что вам передали one потом сравниваем что передали именно это значение если мы сделаем это два раза ну то есть сначала запустим тест проверим что он проходит если мы передадим это два раза то тест не пройдет потому что он аккумулирует в себе все вызовы методов и здесь будет не просто one здесь будет не помню список или лист не та скобка значит будет в общем там будет два значения в нем последняя нотация которую я хотел бы рассказать это inject-mox она позволяет вам встраивать макируемые объекты которые требуют другие объекты то есть допустим у нас есть класс my dictionary у которого есть внутри класс map wordmap мы замокировали сначала wordmap потом создали объект dictionary и заинжектировали туда wordmap то есть нам не нужно писать самостоятельно new my dictionary с замокированным wordmap ну и можем проверить что все выполняется так как и написано то есть когда мы добавляем когда мы получаем из хотим получить из map award мы возвращаем менинг ну и в принципе проверяем что это так почему он сам wordmap представляет потому что в классе my dictionary такое же название есть да потому что здесь уже есть с такой же сигнатурой элемент который нужно подставить то есть по сути можно сделать лучше наверное сделать конструктор с одним параметром и он тоже подставит ну то есть если мы напишем здесь это будет то же самое ну может наверное так даже понять вот макита умеет макировать только публичные и package private методы а ну да кстати еще один нюанс когда вы создаете тесты вы можете создать их в любом месте хоть в этой папке хоть в другой но лучше придерживаться такого же пэккеджа в котором у вас находится класс потому что тогда вы будете иметь доступ не только к публичным методам но и в package private то есть если мы здесь уберем паблик метод то к нему паблику и к protect и там тоже будем иметь доступ вот да но макита не умеет макировать статические методы и не умеет макировать приватные и финальные методы для этого используется другая другая библиотека называется power mock ее часто используют потому что в андроиде много статических полей то есть допустим там какой-нибудь button или shared preference у них есть статические или финальные поля которые просто макита симулировать не сможет у меня есть пример с power mock ну да у меня есть простой класс email валидатор у которого есть статический метод изводит email makita не сможет замокировать потому что ему нужен объект но power mock с помощью такой конструкции может сказать что какой бы мы то есть если мы вызываем метод извалид вообще с любой строкой то он нам вернет true ну не совсем правильное поведение но таким образом можем проверить что мы можем маркировать статические классы статические методы вот это все было показаны методы которые не взаимодействуют с системой android в принципе просто показаны как они работают jvm но иногда хочется проверить написать тест который будет взаимодействовать с системой то есть на то же самое shared preferences и у меня здесь был сейчас одну минуту тест а вот да наше приложение вот этот его экран делает следующее можно заполнить его какими-нибудь значениями нажать save ну да он скажет что email неправильный потом опять нажать save и он запишет это в shared preferences если мы будем изменять что-либо здесь то можем потом вернуть это из shared preferences если мы хотим проверить что все работает на этой activity как надо так да мы можем сделать mock для shared preferences то есть когда вызывается какой-либо когда мы хотим получить какую-либо строку из shared preferences нам возвращается созданная статически в общем у нас есть где она вот shared preferences которая состоит из трех полей имя дата и email когда мы запрашиваем мы ее здесь где-то сохранем даже а вот мы ее создаем в начале в initmoc мы вызываем ту самую аннотацию что у нас работали аннотации макирования создаем shared preferences с нужными нам данными имя датой и email и потом макируем запрос к самому shared preferences внутри метода непонятно ничего наверное ничего не слышно не если какие-то вопросы задавайте может я просто про себя бубню надо что-то другое рассказывать нет мы написали заглушку для него то есть каждый раз когда приложение будет вызывать его она будет предустановлены ответы получать таким образом мы можем тестировать android код не в android эмуляторе в другом в противном случае это было бы невозможно но точнее есть такая аннотация как сейчас в общем по умолчанию если вы внутри юнит теста запрашиваете какие-то методы из android framework он нам скажет что ничего не макировано выдаст exception и тест не пройдет если мы замакируем то можем работать прозрачно то есть нам не нужна будет какая-то часть android framework также есть настройка которую я почему-то сейчас забыл которая позволяет выдавать умолчательные значения для всех вызовов к android методам если android метод вызывается то вам не будет выправить исключение но просто будет умолчательно какой-то вариант возвращаться но для тестов это как правило неприемлемо потому что вы никак не можете манипулировать и не знаете что он вернется ну я не буду запускать наверное этот класс в общем основная мысль была в том что вам надо прописать вот столько моков чтобы изолировать себя от shared preference запроса так как это неудобно долго нудно то компания по-моему пивотал изобрела такую штуку как арболектрик она позволяет вам запускать специальную версию андроид жара в gvm и вы можете не писать моки самостоятельно то есть вы у меня есть как раз таки та же самая версия с рабоэлектриком мы здесь тестируем не совсем UI мы тестируем логику работы не запускаю то есть да мы запускаем только gvm и внутри нее проверяем что наша функция работает правильно так внутри нашего метода мы запрашиваем какие-то ну то есть мы должны сохранить куда-то файл по идее на устройстве и достать потом из этого файла но устройства у нас такого нету то мы это все замокировали и проверяем что если бы мы сохранили с приопределенными методами и достали то получило бы все правильно то есть остальные компоненты нашей функции можем проверить таким образом если юз тербоэлектрик мы должны прописать run с рабоэлектрик тест runner и тогда мы можем просто как будто мы запускаем тест на устройстве написать здесь shared preferences и запрашивать их как будто мы бы писали код на андроиде то есть он за нас эмулирует подсистему и позволяет не писать моки ну в принципе да тот наш специальный метод который с create моками превращается в нечто такое как карболектрик это делает он анализирует какие вызовы делаются внутри теста и если есть у меня там что-нибудь да если запросы происходят запросы к view или вот как shared preferences у него есть специальные shadow классы которые реализуют это поведение и если запрашиваются какие-то native методы внутри подсистемы то он берет обработку на себя то есть в пробоэлектрике сделаны shadow классы для всех самых распространенных элементов андроид системы то есть там есть и view и parserable и даже можно то есть хорошо использовать ее например для теста иммиграции базы данных при обновлении приложения то есть вам не нужно запускать как бы это делали или вручную или с помощью эмулятора вы бы установили одну версию приложения потом снесли бы ее а нет вы установили одну версию приложения потом поверх нее поставили новую и проверили что у вас все запускается и схема данных отмигрировали нормально рабоэлектрик позволяет вам не запускать эмулятора не переустанавливать дело это все намного быстрее то есть все что выполняется в gvm делается намного быстрее чем чем то что наверху пирамида тестирование ладно я не буду показывать собственно про рабоэлектрик что-то понятно в общем удобная штука и до четвертой версии на самом деле многие разработчики негативно к этому относятся потому что по сути вы запускаете в какой-то эмулируемой слириде с кучей моков которая не может написана совершенно другими людьми и она может не соответствовать тому что происходит в самом андроиде и ее не особо активно используют до четвертой версии у нас даже была проблема что мы тестировали миграцию данных но SQLite который внутри арболектрика работал не так как SQLite внутри андроида настоящего но где-то наверное с 17 года гугл начала активно контрибьютить в него и сейчас на всех конференциях и на все Google IEO призывают использовать Arboelectric потому что вам не нужно запускать тяжелые андроид эмуляторы чтобы протестировать какую-то часть функциональности в принципе Arboelectric PowerMock это наверное все что я хотел рассказать про юнит-тесты но у меня тут да ну то есть например мы можем без GVM запустить такой код то есть он получает нашу Activity находит на ней View выводит что-то и кликает да я не написал здесь Assertion но по идее без андроида такой код пройти не должен но он проходит и сейчас потому что потому что это старый способ они с четвертой версии сейчас актуально 4.02 почему-то переключился сейчас ну да здесь все прошло ошибок никаких нету все зелененькое сейчас я скажу почему он деприкейтед даже покажу вот потому что они теперь переходят в общем разработчикам тяжело было не только смириться с тем что это какая-то непонятная куча моков написано непонятно кем но и тем что вернемся вот что API для тестирования не совсем логичный и не совсем легкий для восприятия то есть вам надо вызывать какой-то арболектор сетап активити вместо того чтобы работать уже с существующей активити которая запущена findview byid в принципе все юзают для того чтобы кликнуть на какой-то вьюхе вам надо юзать статический метод shadowview то есть это было тяжело вам нужно было учить еще один какой-то API для того чтобы взаимодействовать с рабоэлектриком поэтому google помогает рабоэлектрику превратиться в эспрессо то есть если видите то здесь активити вызывает с помощью рула но это рул для вызова активити и дальше все происходит так же как в эспрессо то есть он вью ну я дальше расскажу как работает эспрессо но в общем выглядит так же как если бы писали инструментированный тест который выполнялся бы в эмуляторе и если мы сейчас его запустим то он тоже пройдет но здесь не будет запущен никакой эмулятор тест делает следующее он запускает нашу да что что переключаешься он запускает нашу главную активити которая не это вот это кликает на кнопки settings и проверяет что типа мы пришли сюда здесь видно что есть специальный метод intended который проверяет что intent на переход в activity произошел по нужному классу вот робоэлектрик еще полезен тем что вы можете его настраивать с помощью специальных конфигов но здесь видно что мы написали что тест должен выполняться под 23 api под 6 android также можно ему написать выполняйся в нужной локале допустим во французской и с нужным разрешением экрана у меня по-моему даже был пример здесь да то есть с помощью специального калифаера можно написать что выполняйся во французском и в добавок называется в xlarge собственно наверное все про юнитесты я рассказал есть какие-то вопросы дальше у нас а да так как рыбоэлектрик он не может эмулировать android полностью и в принципе тесты на нем писать ну то есть у него основная проблема с которой столкнулись многие что он делает по умолчанию размер экрана по-моему нулевой высоты или ширины и из-за этого многие методы проходят не совсем гладко поэтому лучше не использовать рыбоэлектрик когда у вас много перемещений между активити то есть если вы хотите там например как в нашем примере в этом примере сначала здесь походить потом вернуться сюда вернуться сюда лучше для этого не использовать рыбоэлектрик то есть если у вас действие сосредоточено на одной активите и вам надо что сделать то он в принципе подходит также если у вас много фоновых потоков рыбоэлектрик может работать не совсем верно ну и не стоит забывать что все-таки это не чистый android это своего рода эмуляция сам google называет это симулятором android тогда переходим к инструментальным тестам ui-тесты или end-to-end тесты это тесты которые запускаются внутри эмулятора или реального устройства есть два подхода к нему ну самых распространенных есть на самом деле намного больше тулов но сам распространенное это apium который использует веб-драйвер и инструменты построенные на основе утилит google это ну сейчас уже практически стандартом стали ui-автоматор и эспрессо apium работает следующим образом по сути это http сервер который поднимается на каком-либо хосте и является прослойкой между командами пересылаемыми в устройство и самим тестовым скриптом который выполняется на машине пользователя в чем преимущество так как apium это просто по сути протокол и веб-сервер то вы можете отправлять ему запросы на любом языке будь то javascript ruby и java также так как это прослойка здесь может быть не только android но и ios и вы можете написать тест один раз и в теории тестировать не только android и ios одними и тежими тестами и писать допустим на javascript и покрывать тестами android и ios в принципе я здесь все это и расписал да но минус в том что apium это библиотека которая пишется изначально написала ее пара человек из southlab это такой сервис который предоставляет вам ферму устройств потом комьюнити начало писать для него различные клиенты на разных языках и дополнять его писать драйверы которые взаимодействуют с устройством то последнее что я видел они то есть они под собой юзают ui-автоматор и для ранних ну как здесь показано в версиях это cilindroid сейчас практически никто не юзает cilindroid но для потомков видимо этот слайд apium пытается заюзать под собой эспрессо то есть у вас будет запускаться эспрессо и обертка вокруг него этой обертке вы будете передавать запросы через веб-сервак со своего компа то есть получается довольно большой слой абстракции и это может работать намного медленнее чем нативные какие-то инструменты да и у вас нету доступа к сортсам приложения так как у эспрессо как было видно ну сейчас дойдем до эспрессо у вас нету доступа к сортсам то есть вы можете взаимодействовать только с тем что предоставляет вам UI-приложение дальше есть такие штуки как UI-автоматор работе вам UI-автоматор это самая первая леба которую выпустил Android не Android а Google для автоматизации Android она имела не очень приятный IP поэтому была написана обертка над работе умом какое-то время все пользовались именно на работе умом и все писали тесты на нем до выхода эспрессо что хорошего вы можете делать то же самое что и с API-умом но но не кроссплатформенно и код будет выполняться быстрее ну и так как у вас нету никаких дополнительных оберток у вас не будет отставания в реализации то есть когда Google добавляет какой-то новый метод UI-автоматор контрибьюторы должны поддержать его в своих обертках это иногда может занимать годы то есть один раз я писал на API-уме какой-то метод и мне он был насколько я помню или свайпнуть или проскроллить была заглушка для него и когда я вызвал его там было написано что типа метод не реализован пока но выдержитесь скоро все будет ну и собственно то о чем мы сегодня будем говорить дальше это Espresso это последний фреймворк для UI-автоматизации который Google активно продвигает его плюсы в том что у вас есть доступ к коду приложения и вы можете не только взаимодействовать с UI-ом но и вызывать код который у вас внутри приложения да поставляет синхронизацию из коробки то есть как правило вам не надо писать какие-либо вейтеры Espresso делает это за вас минус да минус основной минус в том что так как Espresso имеет доступ к вашему коду то он не может взаимодействовать с другими компонентами системы то есть он как бы заперт в процессе вашего приложения если вам надо шторку опустить сверху или не знаю там зайти в другое приложение то для этого вам надо юзать какой-то другой фреймворк правило Espresso работает вместе с UI-автоматом в паре так ну здесь все почти так же как у тестов юнитов но UI-тесты лежат в папке Android-тест сейчас я попробую показать ну собственно да они здесь лежат и выглядят они примерно так же то есть юзается G-unit но не простой а Android G-unit 4 раннер который запускает который запускает тесты да в гридле вам надо прописать какой будет использоваться раннер как работает Espresso он собирает специальную тестовую ПК в которую запаковывают все ваши тесты и в которую запаковывает раннер то есть вы запускаете ваше приложение запускаете вашу тестовую ПК и тесты из этого из этой ПК тестовой запускается на ваше приложение в принципе да сейчас я наверное покажу как это работает в реальности то есть мы напишем тест который кликает на сеттинги и заполняет эти два поля сжмет сейв и потом изменяет какой-либо из полей то что он показывал руками и проверяет что кнопка Revert возвращает все в изоходное состояние и там у него было написано где этот тест лежит Revert Setting Test вот он предложит выбрать вам эмулятор я выберу ну и собственно можно посмотреть что произойдет то что я вам рассказал слишком быстро наверное но тест прошел он зелененький пройдем пройдемся видимо по API у Espress как лаконичная API но довольно удобная то есть оно не взаимодействует с вьюхами напрямую оно взаимодействует с так называемыми вьюматчерами то есть вы пишете какое-то условие если вьюха попадает под это условие то действие будет выполняться над ним то есть вы пишете он вью говорите допустим мне нужна вьюха с айдишкой settings это будет наша кнопка и на нем перформим какое-то действие это будет клик в принципе это здесь и написано кроме действий есть еще так называемые осершенные чеки то есть когда вы все это проделали то есть у нас здесь только перформ каких-то то есть здесь мы заполняем имя заполняем email жмем на save button потом да потом мы стираем текст в имени вбиваем туда something wrong и проверяем что а потом жмем кнопку реверт вот в этом месте мы как раз таки проверяем что все работает как надо мы получаем с помощью вью матчера по айдишке ну сейчас вот эту штуку и проверяем что там написано Антон там такое должно быть написано в принципе мы можем поставить да UI-тест можно тоже дебажить но мы видим что сейчас здесь написано Антон если мы продолжим выполнение то тест пройдет успешно вот да я прям сюда встроил на самом деле есть такая штука как эспрессо читшит там написано ну может не все команды но все которые могут пригодиться здесь у меня по-моему есть вот то есть они поделены на вью матчеры экшены ассершены здесь довольно много всяких то есть можно не знаю видно или нет запрашивать элементы по тексту по айдишке по айдишке по различным дескрипшенам и более того потом можно это все объединять то есть если вам по айдишке и по тексту то можно написать олов и он их совместит по большому счету он многое взял у такой библиотеки как Хамкрест она тоже основана на матчерах и там будут ссылки внизу где можно более подробно почитать вот мы закончили на на вот здесь вот ожидания в эспрессо было сказано изначально что одна из прелестей эспрессо в том что он берет на себя работу с ожиданиями то есть вам не нужно писать какие-то вейтеры дождаться что вы перешли в активити и он делает это за вас так как тест у меня довольно быстрый и приложение довольно простое то наверное этого не видно поэтому я добавил пару асингтасков которые будут создавать видимость задержки но сам код теста я менять не буду сейчас момент наслип асингтаск это не то ну не суть если мы сейчас запустим этот тест то он изначально будет долго грузить нам main activity но мы ничего не предпринимали чтобы дождаться какой-то кнопки или исправлять как-то наш тест то есть эспрессо сделал все за нас почему и как он это делает эспрессо дожидается выполнения всех бэкграунд тасков в ваших асингтасках и асингтаск компатах то есть пока не пройдет выполнение этих каких-то выполнения всех бэкграунд тасок он не будет продолжать выполнять тест также есть такая штука как идлинг ресурс вы можете написать свои собственные ожидалки используемый интерфейс идлинг ресурс если у вас допустим не асингтаски используется а какие-нибудь собственные вы не знаю хендлера вызываете напрямую и он ждет 5 секунд то скорее всего вам придется или у вас приходит какой-то запрос по сети вам надо дождаться обязательно вам придется написать свою ожидалку и также он ждет очищения главной очереди на ее потоке то есть он ждет что там не будет никаких сообщений то есть когда не выполняются асингтаски и когда очередь главная очередь пуста эспрессо может продолжить выполнение но здесь не совсем то есть очередь главного потока не бывает постоянно пуста туда может прилетать какие-то сообщения с дилеями и эспрессо рассматривает это так то есть есть magic number 15 миллисекунд если есть зазор между двумя перед будущим сообщением в 15 секунд то эспрессо считает что очередь пуста и он может выполнять свои действия да здесь у меня пример айдлинг ресурса наверное я сначала покажу как это работает и потом пройдемся по коду тест выполняет следующее он надо убрать ожидания сейчас момент он заходит в айдлинг экзампл вбивает какой-то текст жмет кнопку и через какое-то время этот текст появляется на месте wait для этого у нас заюзан айдлинг ресурс который у нас вот здесь вот регистрируется если мы это уберем то тест перестанет проходить потому что он не будет дожидаться ну и типа не прошел как это работает мы создаем класс который имплементит айдлинг ресурс у него должно быть обязательно имя должен быть метод из айдл и должен быть метод регистритор транзишн имя ему нужно для того чтобы зарегистрироваться в специальном регистрии для айдлинг ресурсов из айдл нау вызывается в цикле с какой-то периодичностью и если он вращает true то значит мы можем продолжать наше действие само выставление из айдл происходит в коде приложения можно посмотреть самостоятельно потому что там наверное долго просто будет но принцип действия такой что вы создаете айдлинг ресурс должны сказать ему когда он больше не занят и зарегистрировать его то есть вы должны зарегистрировать его когда он больше не нужен когда он уже айдл вы должны его разрегистрировать и в принципе все это все что по ожиданиям эспресс есть еще такие штуки как айдлинг полисис вы можете задать время сколько будет максимально ждать айдлинг ресурс то есть иногда вы можете чего-то просто не дождаться или если вы ожидаете какого-то запроса по сети он может пропасть чтобы ну то есть умолчание стоит 60 секунд вы можете поставить меньше чтобы тесты проходили быстрее то есть если у вас допустим проблемы с сетью вы не будете долго ждать вы можете перезапустить тест и он пройдет быстрее так дальше я хотел рассказать как происходит старт активити то есть чтобы начать выполнять тест вам нужно запустить активити которую вы инструментируете это ну да можно наверное отсюда это делается со специальным рулом который мы уже познакомились в простом G-Unity есть встроенный рул для UI-тестов называется activity test rule вы просто прописываете активити с которой начнется выполнение вашей программы и вперед то есть вы видели что у нас есть вот это вот главное активити settings активити и последнее вы можете прописать чтобы у вас сразу стартовало settings activity и он минуя нажатия по кнопке сразу запустит вам settings activity также вы можете настроить дополнительные параметры для интента то есть мы знаем что активити спускается с помощью интента который передается класс который надо запустить и мы можем с помощью дополнительных параметров если поставить последний параметр false в этом руле то activity не запустится при старте теста и вам надо будет в каждом тесте писать такую конструкцию но зато вы можете допустим для проверки разных кейсов добавлять какие-то экстра флаги да и мы говорили что в GUnity у нас есть несколько аннотаций для фикстур before class before after и after class они немного по-другому работают в UI тестах то есть если мы запускаем activity то before начнет выполняться ну в нормальном случае если мы не откладываем ее запуск то before начинает выполняться после того как activity уже запущена если вам надо как-то дополнительно настроить но вы не хотите откладывать запуск то у activity теструла есть методы которые можно переопределить это before activity launched и там можно прописать дополнительные настройки если вы откладываете запуск activity то before будет происходить до запуска самой activity ну это просто надо учитывать в написании тестов второй способ запуска это использовать activity сценарио эта штука появилась не так давно она тоже позволяет запустить и позволяет получить доступ к методам внутри activity можете вызвать их с помощью метода on activity в принципе наверное и все есть какие-то вопросы по activity что-нибудь может что-то еще интересно как можно находить матчеры у андроида есть специальная тулла называется лаянг спектр он позволяет вам в запущенном приложении показывать иерархию элементов для всех ваших в общем activity сейчас да он позволяет вам для запущенных activity допустим для main activity показать иерархию view то есть мы здесь видим что если навести он должен еще их подсвечивать но здесь этого не видно в общем есть а да синенькая мне просто не видно отлично в общем да он подсвечивает все элементы а справа отображаются их свойства таким образом можно легче писать локаторы а не искать layout.xml или айдишники или вспоминать их на память вот эту штуку я вам показал на самом деле наверное для самостоятельного ознакомления лучше но в принципе здесь все понятно если у вас нет айдишников или нету текста то вам придется писать более сложный мастер проходиться по потомкам или по пэрентам и делать какой-то уникальный локатор для вашего элемента а так у эспрессо есть методы не только клик у него есть такая штука как эспрессо контрип в которой есть дополнительные дополнительные экшены для ресайклер view для дата пикера для других элементов то есть вам не нужно придумывать велосипед то есть если у нас здесь есть дата пикер вот этот то есть вам не надо самостоятельно писать экшены для прокрутки и выбора значения эспрессо сделает это для вас сейчас я даже могу вам показать ну он выставил февраль 05 2017 в тесте второй месяц ну 5 февраля 2017 то есть все как надо ну а дальше вы можете смачиться что выставилось то что надо в принципе по матчерам все также если вы не нашли какой-то матчер вы можете написать самостоятельно то есть вы можете ну здесь есть пример как раз таки матчера для даты его не было вам нужно какое-то описание для него и метод матч матч сейфтли здесь использована штука неубаундед матчер он позволяет вам эспрессо самостоятельно для вас отфильтрует все элементы которые принадлежат классу дата пикер и вам не надо писать дополнительные условия для матчинга дальше он находит первый дата пикер передает его сюда и далее вы можете сравнивать его значение с теми которые вы экспектите потому что криво работает ну то есть почему-то сам дата пикер экшен он при нулевом месяце записывает внутрь вот этого айтема единицу ну то есть это такой костыль и еще костыль в том что можно заметить в что для дата пикера была добавлена дополнительная либо и она не самая последняя версия которая сейчас 3.11 а 3.10 потому что 3.11 просто не работает но это иногда бывает но в остальном если честно не проверял можем попробовать поставить ну и здесь можем убрать тогда этот плюс 1 и запустить ну вот он как бы не прошел ну вот я да я убрал что проверить как работает и плюс 1 я убрал без плюс 1 не работает можем попробовать еще раз запустить так работает ну в общем возможно экшен работает не совсем так или матчер должен выглядеть именно так ну то есть мы можем сейчас задебажиться посмотреть что приходит внутри айтема но я думаю делать не будем то есть я эти сорцы предоставлю можно покопаться запуске тестов я уже вам показывал то есть можно запустить как пакет так и тест отдельно то есть мы можем запустить здесь вот это все и он запустит нам на этом эмуляторе куча тестов они там будут бегать ну и один не прошел потому что мы убрали там idling ресурс вот также есть task grade connected check которая позволяет запускать это из консоли также вы можете передать дополнительные параметры как класс теста так и есть специальные встроенные аннотации у эспрессо вы можете помечать тесты по их размеру то есть small test они бегают быстро large test они бегают медленно и вы можете вместо класса здесь написать size передать нужный size запуск только те которые помечены нужной аннотацией что да что делать это что делать gradle task внутри на самом деле вам нужно сделать довольно много действий если бы вы делали это руками то вам бы нужно сначала собрать вашу апкху потом апкху с тестами потом посмотреть какие подключены девайсы установить на них обе апкхи и потом с помощью специальной команды activity manager instrumentation запустить вот это на самом деле здесь передается просто full qualified name теста и потом место до раннера и это будет то же самое то есть если мы сейчас сделаем по-другому если мы сейчас запустим то он упадет с ошибкой потому что connected check после себя удаляет артефакты ну в смысле он удаляет приложение то есть если мы сейчас посмотрим здесь не будет нашего а нет смотрите вру есть значит ошибка в другом теперь пройдет но нам придется после вот этого опять собрать тест в апкху и опять ее залить на устройство connected check делает это за нас ну то есть мы можем сделать это конечно хитрее можем сейчас запустить просто этот тест и android studio за нас все сделает теперь 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 если мы выполним эту команду то она пройдет ну вот типа окей это вывод да когда я рассказывал как работает эспрессо я сказал что он синхронизируется с асинктаск потоками потому что эспрессо запускает инструментирующий поток внутри процесса внутри процесса вашего приложения то есть он работает по сути в одном процессе с вашим приложением это можно увидеть если запустить тест то там будут такие строчки можно увидеть что адрес 74 это тестинг экзампл наша АПК этот вывод получен командой от бшл пст она показывает все выполняющиеся потоки на устройстве и мы видим что в нашем приложении сейчас выполняется инструментирующий поток до старта тестов его не было в принципе можно показать текстом текстов с текстов его нужно текстов они Сейчас у нас просто она в бэкграунде. Ненавидно здесь или нет? У нас здесь есть... Как пользователь для этого приложения, то есть каждое приложение, когда запускается, оно, как вы знаете, запускается под новым пользователем, и здесь оно прописывается, и здесь прописывает название пакета нашего приложения. Если мы сейчас запустим команду... И будем грепать по нашему... 77-му... Ну вот, видно, что... Ну, в общем, эта команда запускается раз в одну секунду. Если мы сейчас запустим тест... Видно, что вот здесь появился инструментейшн. Сейчас это все пропадет, потому что само приложение ушло в фреграун... ой, в бэкграунд. Но если мы запустим, то инструментейшн нет. Собственно, вот. Да, но не так давно Google выпустил дополнительную штуку, называется оркестратор, который состоит из двух дополнительных АПК, которые надо устанавливать. Но он берет на себя решение следующих проблем. Иногда, когда вы запускаете тесты... Ну, как было показано, что ваши тесты запускаются внутри вашего процесса приложения в дополнительном инструментирующем потоке. А, блин, то, что я забыл сказать-то. Все действия, которые... То есть, Эспрессо запускается в инструментирующем потоке внутри вашего приложения, но все действия, которые он производит, он выполняет внутри UI-поток. То есть, только когда он дожидается, что очередь UI-потока пуста и что асинг-таски сейчас не выполняются, он занимает UI-поток. Уже в UI-потоке находит элемент с нужным локатором и только там запускает экшн. И благодаря этому проблемы с синхронизацией отпадают. Вот. Что делает оркестратор? Он также устанавливает тесты в АПК-ху и обычную АПК-ху, и устанавливает еще оркестратор АПК и специальный там сервис АПК. Это решает следующие проблемы, как я уже сказал. Если мы запускаем АПК и оно крашится, то тесты, которые выполнялись... То есть, допустим, мы запустили suite из двухсот тестов, и на пятом тесте АПК крашнулось, то все остальные тесты выполняться не будут. Потому что если процесс закрылся, то поток в нем тоже закрылся. Оркестратор запускает каждый тест, каждый раз запускает приложение для каждого теста, и получается инструментейшн потока запускается для каждого теста. Таким образом, мы решаем проблему того, что при краша приложения мы теряем часть наших тестов. Ну и можно это показать, если мы сейчас запустим... Добавим сюда хороший код. И попробуем запустить наши тесты. Отлично, да, спасибо. Большое спасибо. То... Лучше тогда добавим в datepicker тест. Отлично. 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 Вот. И здесь я, видимо... Да, здесь я уже добавлял. Просто этот тест выполняется первым, и это будет более наглядно. То есть так у нас их 5-4. Но так выполнится один, и остальные не пройдут. Но если мы добавим оркестратор... Оркестратор добавляется с помощью нескольких строчек в грейдле. Вот эта штука в документации Google написана неправильно. Ну то есть если вдруг будете решать, повторить то, что пишет Google, то надо писать там не Android, а AndroidX. Вот. И если мы сейчас запустим тесты, то они пойдут через оркестратор, и мы не увидим... О, то есть пройдут все тесты даже с крышом. Я уже синканул, да. Мы видим, что наш самый первый тест грохнулся. Остальные, возможно, за... Да. Остальные в этой же Activity тоже грохнулись. А последний прошел, потому что он работает с другой Activity. В общем, оркестратор рулит. В принципе, это все, что я хотел вам рассказать. Есть вопросы про UI-тесты. Да. Он, получается, на каждый тест по-новой открывает приложение? Или просто переоткрывать свои падения? Не, он на каждый тест... Да. По-новой открывает приложение. То есть, по сути, запускает процесс по-новой. Даже можно сделать лучше. Я не помню, в какой версии они добавили вот такую штуку, что при каждом старте приложения ваши все данные будут очищаться, и вы будете работать как с чистым приложением. То есть, в обычных тестах вам нужно продумать, если был пример. То есть, допустим, у нас есть тест Sharing Preference. Если я запущу его несколько раз, то он не перестанет выполняться, потому что Sharing Preference уже забиты. То есть, надо их очищать. Я написал специально рул для этого и не показал, но, по сути, оркестратор делает это за вас, и это очень удобно. Вот. По сути, все, наверное. В принципе, все, что я сейчас рассказал, это хорошо работает, когда вы разрабатываете приложение 1, но у вас, когда распределенная команда, то все вносят какие-то изменения и могут поломать, не знаю, фичу, которую вы разрабатывали. CICD призвано решить эту проблему. Больше, наверное, будем говорить про CI – это Continuous Integration. Это процесс, в котором все ветки сливаются в одну. То есть, допустим, здесь есть картинка с GitFlow. То есть, мы разрабатываем сейчас на мастере, и каждый разработчик, когда берет себе таску, пилит ее в отдельные ветки. Все, что он делает, это при Continuous Integration, он пушит свою ветку, когда готово, и нажимает одну кнопку, и дальше все должно собраться за него. То есть, по идее, все изменения должны прилететь в мастер ветку, и все должно работать как по маслу. Да, что происходит? То есть, получается, все изменения сливаются в одну ветку, в которой происходит разработка, потом происходит сборка. В данном случае приложение – это АПК и тестовое приложение. И дальше это может куда-то выкладываться, например, в Play Store, тоже автоматом. Или, например, выкладка может происходить по нажатию одной кнопки. В общем, когда меньше людей задействовано в сборке и мерже всего, то все работает намного лучше и быстрее. Поэтому расскажу, как, в принципе, происходит разработка фича у нас. Изначально разработчику прилетает таска в джире. Она выглядит, конечно, не совсем так, даже совсем не так. Но он ее принимает и делает ветку. То есть, у нас есть, вот на этом картинке видно, что мастер – это релиз. То есть, в него сливается… У нас итеративная разработка, то есть, получается, каждую неделю мы должны делать релиз. То есть, с новыми фичами или с фиксами каких-то старых. Разработка вся идет в течение недели в девелопе. То есть, мастер заходит в девелоп, начинает разрабатывать фичу, отпачковывается здесь и начинает пилить. Когда он все сделал, он кидает pull request. По сути, это просто пуш в его ветке. И потом в специальной программе в сташе можно создать pull request, в котором будет показано его диф между девелопом и его веткой. Здесь он не такой большой, два билда. И разработчики смотрят и пока пишут какие-то комменты. Там коммент такой себе, но не суть. Если там было бы что-то плохое, разработчик бы заметил и пришлось бы поправить. Кроме того, что просматривают pull request разработчики, также на каждый pull request у нас запускаются тесты. У нас запускаются UI и юнит-тесты. И делается это не совсем, наверное, тривиально. У нас, представим ситуацию как выше, мы отпачковались. Вот наша фича внизу, мы отпачковались от девелопа. Но за то время, когда мы отпачковались, другой девелопер уже наваял фичу и влил ее. То есть у нас расхождение между тем, от чего мы отпачковались и куда мы хотим вмёрзнуть. То есть потенциально мы можем при Merge поломать то, что сделали другие разработчики. Поэтому мы делаем промежуточную ветку, в которую подмерживаем текущий девелоп. И запускаем тесты уже на вот этом, не знаю, гибридном бранче. То есть мы таким образом сохраняем наш девелоп зеленым. То есть на нем тесты всегда должны быть зеленые проходить. Это достигается тем, что никто не коммитит напрямую в девелоп, а каждый как раз таки подмерживает себе зеленый девелоп. И он хранит, должен всегда хранить зеленый девелоп. И также у нас гоняются тесты на вот этом гибридном бранче, UI-тесты. Что происходит дальше? Если падают юнит-тесты, то у нас есть такой специальный значок в системе в сташе. И мы запрещаем Merge, пока разработчик не поправит все упавшие юнит-тесты. То есть, возможно, он даже не… То есть, когда он гонял юнит-тесты на локальной машине, у него все проходило, было хорошо. Но когда он подмержил изменения других разработчиков, они могли с конфликтами зайти, и теперь ему придется править. Это нормально. Если он поправит это все в своей бранче, то у нас девелоп останется зеленым, когда он вмержет. Для UI-тестов у нас все не так однозначно, потому что в UI-тестах есть такое понятие как flackiness, когда из-за того, что у вас… Ну, UI-тесты — это как мы помним end-to-end, у вас взаимодействует большое количество систем, ваше приложение, сеть, база данных, какие-то учетные записи, и много что может пойти не так. Поэтому у нас прилетает такое сообщение. Здесь считается, сколько было зафейлено тестов. Каи — это у нас известные проблемы, которые сейчас фиксятся. Flacky — это то, что не прошло. И приходит линк с сравнением того девелопа, который вы вот здесь вот подмержили себе. То есть тесты прогонялись на нем в этой точке UI-ные, и потом прогоняются тесты вот в этой точке. Я не знаю, видно там? Вот. И вот по этой ссылке как раз-таки приходит сравнение этих двух раундов. В нашем случае сравнение выглядит у нас вот так. То есть здесь видно, что есть девелоп с таким-то хэшом коммита, и такая-то ветка. Видно, что у нас два нестабильных. Разработчик может зайти в них и посмотреть, это были флэки или это он накосячил, надо править либо тесты, либо править код. Выглядит примерно так. Если нету замечаний у разработчиков и нету упавших юнит-тестов или UI-тесты прошли нормально, то разработчик может вмержить свой pull-реквест в девелоп. Дальше это все происходит до так называемого часа X. У нас это среда, когда любые коммиты больше не принимаются, любые pull-реквесты больше не принимаются. То есть то, что вы успели сделать по своей фиче, вы мерзете до среды или она переходит на следующий релиз. Дальше у нас отводится девелоп ветка. Наверное, здесь лучше будет показать. Вот эта девелоп ветка, она отводится вот сюда. И из нее уже мы будем делать релиз. После среды и до пятницы тестировщики ручные проверяют то, что не покрыто автотестами. То есть, допустим, новая фича и за неделю было ничего не написать или было тяжело написать, они проверяют ее руками. Если находят ошибки, то в этот стейбл, уже не в девелоп, вливаются фиксовые изменения. И в пятницу мы создаем релизные АПК и в воскресенье их выкладываем в Google Play. Но выкладываем мы их не полностью, а выкладываем на 5% пользователей. И в понедельник уже смотрим... То есть, тестами можно многое прикрыть, но так как Android – это платформа с большой фрагментацией и куча китайских телефонов делает много боли, мы иногда в понедельник приходим и видим интересные крыши и можем остановить раскатку, поправить эти крыши и продолжить дальше. Дальше схематичное представление того, как работает наша ферма. Здесь не все компоненты, но в общем и целом у нас около 300 тестов. Они приходят одной пачкой, мы их сохраняем в базу данных. Там помимо fully qualified имени теста есть еще информация о том, кто ответственный за тест и куча различной мета-информации. Потом все эти тесты... А, да, и принадлежность к какому-то раунду. Потом мы запускаем не по раундам, мы запускаем каждый тест отдельно и на каждый тест мы поднимаем собственный эмулятор. Тест у нас выполняется... Тут, наверное, видно... Несколько этапов. Мы сначала получаем этот созданный эмулятор, потом подготавливаем этот девайс. Значит, мы устанавливаем на него нужные АПК. Выполняем тест. Потом забираем данные. Это скрины и логкат. Потом очищаем девайс. Все это нам нужно, скрины и логкат, для того, чтобы вот в той системе репортинга, которую я показывал. К сожалению, я не перешел вовнутрь. Там есть полный... Полный лог выполнения теста по шагам, со скринами и с тем, что делал тот или иной шаг. Сейчас вы написали? Да. На тот момент, когда это все писалось, Allure только зарождался, и мы решили написать все самостоятельно. И это дает нам некую гибкость. Мы добавляем туда свои всякие фичи. То есть, допустим, мы добавили туда свое сравнение, и у нас своя система хранения этих тестовых отчетов. В принципе, наверное, и все. Если есть вопросы, то я отвечу с удовольствием.